Когда мы заходили в дом, уже все знали, что мы едем с пуделем. Очень так, ретро. Пробежимся быстренько в то, что мы взяли в Too Good To Go. Короче, это еврейский район. Доят туристов вовсюду и живая музыка. Брусчатка создает особое ощущение в путешествии. Уровень нашего путешествия. Красиво, некрасиво, непонятно. Это старая синагога. Синагога. Найден очень важный минус Кракова. Ждем вот такие грубые булы и грубое менсо. Ой, ребята, я не могу даже дышать. Настолько мне этого хочется. Я такой первый раз, я не знаю. Да? Я не знала, что это. Мы заселились. Ура! Сложно-сложно-то. Самый прикол, мы, получается, думали, что у нас будет просто отдельная комната, а тут как бы отдельная такая мини-квартирка. Тут, типа, отдельное жилье, но я не знал, в каком виде. И наша хозяйка, она живет этажом ниже. Но прикол в том, что когда мы заходили в дом, уже все знали, что мы едем с пуделем. Да, где пуделем? Да, где пуделем? А где пуделем? Говорят, вы же сказали, что будете с пуделем. Так смешно было вообще. Да, вообще какие-то соседи. То есть они тут друг друга знают. Ну, какие-то все пенсионеры, такие активные. А наш пудель, вот, ребята. Вот, наш пудель. Кстати, надо добавить, что мы уже нашли до него отель. Скоро поедем. Скоро поедем через час. Заселяться. Это первый отель Чупсика. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Да? Да. Что он нормально себя будет вести? Пока что из-за чего тут, но он сюда уже не вернется. А потом задираем. Ну, там будет лучше, чем он будет один тут. Ну, там, да, все-таки мы посмотрели, что... Ну, там и другие собаки, и специалисты, команда, которая следит за ними. Специалисты в поведении там. Типы в шоке. И кинологи. Ну, короче, я думаю, будет ему хорошо. Ну, это лучший вариант. Из того, что мы... Если его оставлять, то у нас хотел бы... Не, если он останется тут один, он будет, впервые гавкать. Одного его нельзя. Да, и мы знаем, что нельзя. Лучший отель для собак. Мы знаем, что там, как Саша уже сказал, персонал. Быть компанией. Да. Давай покажем это, room tour. Да, надо быстро. Ну, и будем мы разбирать вещи. Да. Старинное, интересное. Как написано тут, что тут типа ретро. Так, вот получается прихожая. Мы заходим. Прихожая. Ну, очень так ретро. Но реально, зато все есть. И мы тут отдельно. Это очень круто. За эти деньги шикарно. Оставим, наверное, ссылку. Хозяйка офигенная. Да, очень. Кстати, она говорит и на польском, и на русском, что очень удобно. Да, ну, мы на польском говорили. Ну, неважно. Я имею в виду, что... Стоит за два дня 270 злот. В то время, когда мы будем продлевать квартиру в другом месте, за ночь 200 будет. Ну, это один самый. Так, вот так выглядит прихожая. Ой, чупси, чупси, чупси. Открываем ванная. Бабушкина квартира. Да, бабушкина квартира. Ну, такой доброй бабушки, знаете. Тут все есть. В шампуне, вообще даже паста, вообще все есть. Ванная. Я в ванной не лежала уже больше года. Так, даже фен, ребята. Ну, как в отеле. Туалет все... Ой, розовенькое, все миленькое, чистенькое. Только мы почему-то не сняли обувь. Ну, может, не обязательно. Да? Ну, ладно. К сожалению. К сожалению, да. А, у нас есть. Мы не взяли. Да. Давай потом уже. Ну, сейчас очень быстро заселились и поедем. Тут удобно будет покушать. И главное, большую кровать. И вентилятор, ребята, у нас есть. Вообще просто. Чем тебе не лакшери условия? Цветочек. Самое лучшее что-то. День на квартире. Да. Уже просто. Даже если бы ты захотел поработать, Сашка, можно было бы поработать. Ну, все, ребята. Вот такой рум-тур. Все вам быстро показала. Даже печка есть своя. А, мини-кухня у нас еще есть, да. Да, просто полезно, потому что у нас еще один есть. Да. А, еще мы в Tugut2go были. Сейчас все раз покажем и расскажем. Так, вот такая мини-кухня. Все есть. Все есть. Дали вот такие питьевые йогурты. Дали три таких штучки. Тоже, типа, какой-то йогурт. Я не знаю, что это. А, ну, нарисованы страссы. Ну, нарисованы страссы. Со вкусом бисквита. Со вкусом бисквита. И мы взяли уже в другом месте. Взяли орехи. Но орехи... Да, но они хорошие. То есть это пекан и миндаль. Ну, пекан, да, дорогой. Это 350 грамм в сумме. Ну, маловато, потому что по 70... А, ну... Ну, это треть цены. Оригинальная цена. Ну, как бы... Ну, мы решили взять, да. Поскольку нам нужен перекус на время катания. Очень классно. Вообще, обожаю Tugut2go. Акти мель и орехи. Прекрасно. У нас есть розочка. Настоящая, кстати, Саша. Офигеть. И в другом заведении... Вместе с орешками. Вместе с орешками мы уже... Да, 18 вот их. Мы взяли себе обед. Очень круто. У нас картошечка, салатик. А, я чувствую, что это пахнет знакомо. Это салатик. Потом голубец. Какие-то две таких... Ну, не знаю, что-то из мясного. Поэтому такие штучки. Картошечку. И вот такой горячий салат из макарон. И мне кажется, там рыбка. И перчик. Ну, мне кажется, классно. Мы сейчас поедим. На двоих на обед. Ну. Мы сейчас поедим. И поедем сдавать Чупи. Ребята, я так переживаю. Я переживала сначала, найдем мы это или не найдем. Нашли отель. Да, но мы нашли даже два варианта, как минимум. Ну, два, о которых нам быстро ответили. И мы сначала один выбрали, а потом посмотрели, что доезжать до него сложнее. Не очень, да. Ну, там нужно на каком-то еще пригородном автобусе. Что неудобно. Да, а потом мы посмотрели второй, они позже ответили. А там можно на одном городском автобусе доехать, чуть-чуть пройтись. Ну, то есть... Это удобнее, да. Да. Во-первых, меньше пересадок, меньше возможностей где-то накосячить. И вдруг не придет вовремя еще что-то. Короче, чем меньше возможностей пойти не так, тем лучше. И, в общем-то, ребята, получается, что за ночь 50 злотов. Не за ночь, а за сутки 50 злотов. Чупсику мы отдаем. Ну, все. Самое важное, чтобы там было хорошо, чтобы нам не написали забирать свой зубок. Он без вас не может. Я надеюсь, там хорошо с ним. Поладят, как-то найдут подход. Пойдем кушать. Находимся в знаменитом районе Казимеш. Не знаю, практически, наверное, в его центре. Тут куча известных заведений. Мы просто ходим, смотрим. Гуляем. Короче, это еврейский район. Это музыка такая. Тут, конечно, сейчас все очень сделано под туризм. На самом деле, тут не настолько все было пропитано еврейским духом. Но сейчас тут все максимально. Доят туристов вовсю. Там вон какая-то для ленивых возят на таких мини-карах. Там знаменит... Тут просто почти в каждом углу есть какое-то известное заведение. Я когда читал, искал, где бы нам покушать, много чего увидел. Вот туристы ходят группами. А мы ходим всегда вдвоем. Максимум втроем. Это, мне кажется, что это то, что нас ждет в будущем. Вот такой дом на колесах. Уровень путешествия. Потому что с нашей собакой. И просто, когда мы... Ну, путешествуем. И жилье не надо. И жилье не надо. Мы любим экономить на жилье, на еде. И это вот как раз наш вариант, Саша. Да. Ну, это классный кемпер такой. А ты вообще кинем. Он чуть-чуть стильный. Новенький. Да. Блин, это уж очень удобно. Подарите мне кемпер. Тут заведение Ариэль. И живая музыка. Атмосферное тут место. Под музыку особенно живую. Очень красиво. Ну, просто вот такой релакс. Какой-то. Все едят. Так спокойно. И я еще хочу поймать, релакс посидеть. Ну, мы... Вот там тоже красивый какой-то закоулок. Очень зеленое такое здание. Я такая думаю, это красиво. Просто тут так живут. А потом такая смотрю, это ресторан. Очень прикольно. Вообще, я не знаю, такие забавные дома. Такой квартальчик. Квартальчик. Супер-пупер просто. Мощина, проезжайте. Отель Давид. Очень-очень-очень классненький квартальчик. Паровозик чух-чух. Что ты расскажешь, тут еще экскурсия. Ладно, идем. Знаете, ребята, что я очень люблю, так это брусчатку. Вот брусчатка создает такое вот особое ощущение в путешествии. И, Сашка, скажи, сразу другое ощущение. Блин, обожаю брусчатку. Брусчатка, любовь. Сашка, у тебя тоже? Да. Когда с чематаном, ты не нравится. Нет, когда на легке гуляешь без чупи. А еще я маньяк старых зданий. Почему я люблю лодь? Вот, потому что там много старых зданий. Ну, к лоди у меня такое двоякое ощущение, но старые здания в лоди меня привлекают. Не хочется их фоткать и снимать. А тебя нет? Да, ну, это всегда... Двоякое такое ощущение, да? Да, ну нет, он просто это... Вот они такие заброшены. В лоди почти все. Да. Ну, оно прикольно. Мне кажется, прям дышит историей вот это здание, которое я не знаю. Как думаешь, Сашок? Это красиво? Здесь прикольно. Мне очень нравится. Здесь просто на каждом было что-то неожиданное. Нет, вот это прикольно, да? И тут еще... Это как костел или что это? Не, ну, синагога. А, это синагога. Блин, какой костел? Нет, это вообще какой-то... Ну да, и тут... Отойди немножко, вход покажи. Вход такой классненький. Ну, это непонятно. Сашка говорит, непонятно. Пошли дальше. Ну, это прикольное здание. Ну, что это? Уровень нашего путешествия. Красиво, некрасиво, непонятно. Идем дальше. Видите, чупсика нет. Вот, без чупсика удобно ходить. Вот честно признаемся. Сашка, признайся. Это старая синагога. Синагога. Как мы и подозреваем, что это синагога. Просто мы ее как-то пошли кругом и потерял довольно. Ну, а что это еще может быть? Конечно. Только мы не знали, что она старая. Ну, это прям... Выглядит как новая. Честно говоря, не знаю, что это, но это вот память какой-то семьи, которая вот жила в эти годы в этом доме. Дом... Это дом, где я снимала вот всякими рисунками на стене. Выглядит очень прикольно. Че, идем дальше? Ребят, найден очень важный минус Кракова. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Я хочу посидеть. Очень сильно. А места все заняты туристами. Ну, может, даже не туристами, просто людьми. И их очень мало, этих мест. Здесь тупо нету скамеек. Да. Здесь только в заведении. Мы были в Варшаве, более-менее в центре. И там точно такая же ситуация. Там негде присесть. Почему нельзя присесть? Покупай что-то, пожалуйста. А я не хочу ничего покупать. Я хожу в ту-гу-ту-гу. Городских скамеек нет. Да, хочется... Вы знаете, как во Франции. Во Франции они везде сидят. Ступеньки. Ступеньки. И места какие-то, они скамейки организованы. А вот тут вот... А даже если есть пару скамейок, то определенно они заняты. А сидеть в очередь, и стоять, пока тетя поднимется... Я не хочу. Ребята, я хочу посидеть. А негде... Так, ну вот запоминайте. Этот минус мы нашли. Привет, котик. Привет, хороший котик. Тебе бы Чупи показать. Тебе бы был в восторге. И еще одно наблюдение, пожалуй, которое мы должны сказать. И это не минус, а... Не минус. Не минус, а плюс, что почти в каждом заведении есть мисочка для того, чтобы песики попили водичку в эту жаркую погоду. Да? Да. Так что спасибо вам, людям, которые любят песиков и кочков. И которые заботятся о них, да? Честно, я скучаю по Чупятой. Да. Ребята, тут такая скучашка без Чупсика. Шли-шли-шли, и в музей Инженерии дошли. Очень так неожиданно. Понятное дело, что мы туда внутрь не пойдем. Просто ворот открыты. Мы такие, ладно, мы поснимаем, потому что что-то интересное. И идем дальше. Подошли к базилике божьего тела. Идем туда внутрь, потому что там ворота, они открыты. И хочется посмотреть, что там поближе, короче. Может, даже внутрь зайти можно. Зашли в ворота, и просто супер. Знаешь, что я, Саша, вспомнила? Можно на траве посидеть, люди сидят. Но что-то не люблю сидеть на траве. А ты? Ну, не очень. Знаешь, что я вспомнила? Когда первый раз мы ехали в Краков, ну, еще в Беларуси жили, я делала страховку, там ушла, и у меня страховщик спросил, куда я еду, там что-то, да? И я сказала Краков, и она мне, не знаю, минут 15 рассказывала, сколько здесь костелов, что я должна побывать в каждом, что-то ля-ля. А еще тогда даже не подозревала, что в Кракове действительно так много классных костелов. Ну да, но я помню, Краков были еще... Ну да. Но все равно. Блин, он огроменный, посмотрите. И ладно бы он был самым главным. Да. И единственным, там, ну или там, малый было. А он не самый главный, такой огромный. И еще много-много-много-много тут костелов, синагог. О, массакры сколько всего. Ладно, идем дальше. Пришли поесть, ребята. Да, бургерную. Называется икруба була. Ждем вот такие грубые булы. Икруба менсу. Много соусов. Я жду много-много мяса, я такая голодная. Мы сегодня сожгли тысячу калорий. Ну, у меня в браслете. Тысячу калорий и прошли. В аппаратии две тысячи и шагов. Это пока что. Это еще мы до дома пешком пойдем. Заказали по бургеру барбекю и чизбекон. Сейчас принесут, покажем. Чтобы все были там и на это пускали. Нам привезли. Посмотрите, это чиз, чиз с сыром. Чизбекон. Ребята, я не могу даже дышать. Настолько мне этого хочется. А у Саши с рваной свининой. Как что? А, это барбекю. Это выглядит как... Это лук. Посмотрите, как красиво, какая она огромная. Все, давай быстрее есть, потому что я уже не могу снимать, думать. У меня слюнки, слюнки. Мы заселились в офигенную комнату. Просто. Нам хозяин сказал, что это мебель 18 века, привезенная из Франции. Начало 1913 года. А, это я уже с него придумала. То ли вся, то ли это кровать. И кровать, и вот этот. Ну и тут и студия. Смотрите. И он сказал, что все оригинально. А потолок? Сосульки. Первый раз такое вижу. А, карта старин. Да. Я такое первый раз вижу. Да? Я не знаю, что сказать. Вообще так прикольно, ребятки. Кровать такая. Она даже так скрипит. И стулья. А стулья интересуются тоже? Все старинные. Очень умеют. И вот, смотрите. Классный дом. Дом 18... 19-го года. И не 1900. И не 1900, да. То есть, вот такая тумбочка. Отреставрируем. Она открывает. Офигеть. Офигеть, Сашка. Тут камнем или плиткой. Плитка какой-то выложена. Офигеть. Она напоминает, как мы жили в Венеции на старой Венеции. Да. Там тоже было все оригинальное. Ты такой загорелый. Ну, очевидно. А ванная какая. А вообще офигеть. Он, кстати, первый раз в жизни, я слышу, первый раз в жизни, я вижу такого гостеприимнейшего хозяина на Airbnb. Не зря у него почти пятерка. Он сказал нам, вы даже можете посуду не мыть. Говорит, вы на вакансиях. Да. Вот балконом, вот. Да, пользуйтесь всем. Вот в самом аптеке, вот Netflix. Я ухожу, тусим, какие-то курите, что хотите. Типа, ну, спросил, вы курите. Вы курите? Мы сказали нет. А он еще нам предложил. Вы еще не можете. Ну, на самом деле мы говорим не, не. Он такой, типа, пришел, нас встретил и ушел, наверное. Нет, он говорит, вот, я сейчас иду в красное место. Да. Там, говорит, суперкрасивое место, зазывал нас, но мы... Романтик. Да. Вид на аварии. Но мы... Какой нам уже вид? На ней вид на месте. Да. Романтик у нас каждый день, романтик. Сегодня жизнь, то романтик, ребят. Ну, вообще, я в шоке. Реально пятерку. Первый раз такую встречу. Он нам сказал, вообще, посуду не мойте, чай хотите вам сделаю, кофе хотите вам сделаю. Ну, лимонад, наьте вам туда лимонад, ну, типа, угощайтесь. Вообще, очень красивый у него. И самый такой добрый, приятный. У него, кстати, бракеты. Преподаватель, который уже ставил? Да. Он каких-то языков. Я не знаю. Нет? Я думала, преподаватель, что это не... Офигеть. И мне показалось, я у тебя прочитала на Airbnb. Мне сегодня все кажется. Мне сегодня все кажется. Короче, он вообще супер приятный. Мы обязательно ставим сумку. Если будете в раковице, заезжайте к нему. Даже просто посмотреть на него. Супер вообще. Самый гостеприимный человек. Он нас угостил лимонадом. И вот лимонад вот в таких стаканчиках. Еще он сказал, берите любые кружки, что хотите вообще делать, что хотите. Пользуйтесь, что хотите. И сказал, и дверь можете даже не закрывать на ключ. Потому что он, короче, тусить будет. А соседи у него очень хорошие. Блин, офигеть. Посмотрите, какая здесь ламня. Лакшерная. Да, я думаю, зеркало тоже с какой-нибудь музея стоило. Ну, здесь более-менее обычные. Ну, вот люстры, зеркало. Раковина. Не, ну, классно. Такой лакшерный стиль. Вот такой. Тоже необычный. У него вообще все выдержано. Даже вот эти вот в стиле его плитки. Ну, не знаю, можно назвать это стильным, но интересно. Это тоже может быть. Ну, все в стиле, конечно. Нет, ну он молодец. Красиво. Да. Такой люкс-отель как будто. И на кухне тоже классно. У него есть лидлэбликс. Только старая модель. Ну, он сказал, что обязательно нужно продать хлеб. И честный лидер. Да, ну, мы хотели. Ну, как-нибудь пиздец. Еще вот такой лилл. Доступен. Тоже все очень стильно и классно. И выход на балкон. Тут цветочки. И прикольный вид. На крак. И не только. И кухня вот такая. Куча магнитиков этого, конечно. Там такие места есть интересные, про которые мы даже никогда не слышали. Много классной посуды. Стильные. Собственно, легла микс. Еще посуды. Такая квартира. Уже выселяемся с этой квартиры. Я просто в восторге. Не знаю, я эту комнату рассматриваю. Вот эта карта. Она настолько интересная. Там видно, как еще границы Америки не до конца нарисованы. Вообще так вот. Ну, я не знаю. Очень круто. Я, конечно, в этом не разберусь. Но очень интересно рассматривать. Очень супер. Я такая красная на камере. Просто тут такое освещение. Ну, я очень загорела. У меня ощущение, что мы были не в Польше. Где-то, знаете, в Италии, в Испании. Ну, вот этих солнечных городах. В странных городах. В странных. Я такая темная. Но на самом деле Саша тоже очень темный. Но какая красивая. Все-таки комната. Вообще, я не очень люблю антиквариат. Ну, как бы я себе бы в квартиру не хотела бы. Честно, она еще так скрипит. Чувствуется, что она какого-то там 17-18 века. Чувствуется, на самом деле она скрипится. Вообще невозможно повернуться. Ничего. И сам стиль мне не нравится. Как бы такое золото и антиквариат. Не мое. Но вот так вот пожить. Ну, как пожить, так вот поночевать. Это вообще прикольно. Сашка тоже восторген. И вот здесь вообще стена такая старинная карта. Она 1746 года. В принципе, довольно похоже на современную. Есть, конечно, какие-то не такие отличия. Например, вот здесь Северная Америка еще не до конца как будто исследована. Поэтому, как бы, не дорисованы и границы странные. А так, в целом, похоже. Есть название даже океанов. Вот тут в Африке какая-то дыра. Потому что уже тогда считали Африку дырой. Там что-то странное. Терра Конкордина. Ну, естественно, еще полюса Северный, Южный не исследованы. Ну, так, конечно, прикольно. Можно порассматривать перед сном. Северный, Южный, Южный, Южный.